Здравствуйте, меня зовут Педоя Базалина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатуре. Сегодня на видео мы наглядно продемонстрируем вам все клинические этапы протезирования зубов под металлокерамические коронки, а также расскажем о всех нюансах, с которыми сталкивается начинающий врач-стоматолог в своей работе. Давайте начнем! Первый клинический этап, с чего начинается протезирование под металлокерамические коронки, это препарирование или обточка опорных зубов. Сначала обточка занимает у доктора достаточно много времени, но по мере накопления опыта данный этап проходит гораздо быстрее. Препарирование зубов является лечебной процедурой, имеющей решающее значение для сохранения жизнеспособности пульпы и защиты твердых тканей зуба. Качественное препарирование обеспечивает долговременный эстетический и функциональный результат лечения. В каких же случаях доктор принимает решение покрывать зуб коронкой? Самым распространенным показанием к покрытию зуба коронкой является его разрушение кариеса более чем на две трети, патологическая стираемость зубов, а также изменение цвета тканей зуба после эндодонтического лечения, например, резорцин формалиновые зубы. Препарирование зубов под металлокерамику имеет некоторые особенности. Обязательно использование воздушно-водяного охлаждения для профилактики перегрева тканей зуба. Для обточки мы используем алмазные боры соответствующие формы и размеров. На данном этапе мы подобрали алмазный бор с зеленой маркировкой цилиндрической формы номер 999. Последовательно сошлифовываем все поверхности зуба. Вестибулярную, аппроксимальную, оральную и в завершении окклюзионную. Объем сошлифовывания твердых тканей зависит как от групповой принадлежности зуба, так и от возраста пациента. Во время препарирования мы убираем достаточно большое количество эмали и дентина. С боковых поверхностей до 1,5 мм, в области бугров до 2-3 мм, в области фиссур до 1 мм. При препарировании необходимо создать конусность боковых стенок окклюзионной поверхности под углом 5-8 градусов. Слишком большая конусность может приводить к частым расцементировкам коронки. Чем ниже клиническая высота зуба, тем меньше должен быть угол конусности. Врач должен создать необходимую форму культи с учетом толщины будущей коронки и ее соотношения с зубами-антагонистами. Это поможет снизить напряжение в каркасе будущей коронки и улучшит ее фиксацию. Окклюзионная поверхность культи после препарирования должна повторять анатомическую форму зуба и не иметь острых краев. Межокклюзионное разобщение между обтачиваемым зубом и его антагонистом должно составлять не менее 2-3 мм. Перед формированием решеечного циркулярного уступа проводим ретракцию десны. Путем введения в зубодесневую борозду ретракционной нити. Нить вводим аккуратно, тонкой гладилкой, избегая избыточного давления на десну. Размер нити подбирается соответственно размеру зубодесневой борозды. В данном случае мы используем нить размером 2-0, пропитанную вазоконстриктором. Пропитка дает нам обратимое уменьшение объема десны. Желательно, чтобы нить, пропитанная вазоконстриктором, находилась под десной не более чем 5 минут. Ретракция десны необходима для более точного отображения границы культи зуба, создания уступа и освобождения пространства для заполнения слепочного материала между тканями зуба и десной. Ширина уступа может быть от 0,2 до 1,5 мм. В данном случае мы сделали плечевой уступ шириной 1,5 мм. Он обладает самым высоким показателем с эстетической и функциональной точки зрения, а также позволяет добиться надежной фиксации будущей коронки. Уступ располагаем на уровне десневого края, а с вестибулярной стороны углубляем в десневую борозду. Субтитры делал DimaTorzok После завершения препарирования готовим зубы к снятию оттиска. Мы используем технику получения двухслойного оттиска, состоящего из вазисного и корригирующего слоя. Эта техника имеет большую точность, так как позволяет отобразить все мелкие детали. Сначала снимаем базисный слой. Важным условием снятия качественного оттиска является соблюдение соотношения материалов и катализатора, и времени замешивания. Убираем ретракционную нить и снимаем вторую часть слепка с корригирующей массой. Перед снятием зубы желательно просушить. Необходимо визуально проверить качество слепка, чтобы на оттиске не было пор, и прослеживались все контуры зуба и уступы. Снимаем оттиск с нижней челюсти альгинатной слепочной массой. И подбираем цвет будущих коронок с помощью шкалы цветовита. Цвет подбирается при естественном освещении в дневное время. У нашей пациентки цвет зубов А2. Оттиски передаем в лабораторию для изготовления коронок. На примерке уже готовых коронок мы оцениваем их эстетические составляющие. Это форма и цвет, точность прилегания и межаклюзионный контакт с антагонистами. Проверив коронки по всем пунктам и при отсутствии жалоб у пациента, мы можем приступить к их фиксации на постоянный цемент. Очищаем поверхность зубов от налета, проводим антисептическую обработку. Для фиксации мы используем стеклоиномерный цемент. Замешиваем его до текучей консистенции. Вносим гладилкой или шпателем в коронку примерно на 1 треть. Тщательно промазываем стенки коронки и припасовываем на опорные зубы. Прижимаем коронки, чтобы выдавить излишки материала. Просим пациента сомкнуть челюсти. После застывания убираем излишки цемента. Даем пациенту рекомендации не употреблять пищу в течение 2 часов. Спасибо большое за внимание! Желаем вам удачи и всего самого наилучшего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова